13 марта в центре «Мой бизнес» был объявлен старт приема заявок на оказание комплексных услуг предпринимателям Хабаровского края, работающим больше года. В короткие сроки, неделя, специалисты центра «Мой бизнес» приняли рекордное количество заявок. В 2023 году 630 предпринимателей получат бесплатные услуги по разработке сайта, брендбука, изготовлению фото и видеоконтента, размещение рекламы на радио и телевидении, а также по размещению на электронных торговых площадках, сертификации продукции и другим мерам продвижения бизнеса. Всего на выбор было представлено 12 комплексных услуг. На сегодняшний день предприниматели определяются с исполнителями сроками, когда будут оказаны услуги, кто-то уже составляет техническое задание. Стоит отметить, что некоторые бизнесмены уже получили услуги и готовят отчетные документы. Но услугами для субъектов малого и среднего предпринимательства центр «Мой бизнес» не ограничится. В ближайшее время планируется запуск услуг для самозанятых Хабаровского края. Приглашаем к беседе нашу гостью в студии Екатерина Чубанна, руководитель центра оказания услуг «Мой бизнес». Екатерина, доброе утро. Ну что ж, давайте поговорим как раз-таки про самозанятых. На какие услуги они смогут получить, обратившись и подав заявку в центр «Мой бизнес»? Ну, в целом, перечень такой же, как и для предпринимателей, которые работают уже более года, он просто немножко поменьше. Но в первую очередь это все касается продвижения. Это также сайты, брендбуки, реклама на цифровых экранах, на билбордах. И, что интересно, уже третий год подряд мы оказываем услугу по заходу на государственные закупки для самозанятых. У нас есть такие случаи и есть потребность в такой услуге именно для самозанятых. Слушайте, ну наверняка ожидается какое-то большое количество заявок. Вы как-то спрогнозировали, сколько может быть людей? Да, мы ожидаем более 130 самозанятых. Мы смотрим аналитику прошлого года. Это приблизительно уровень прошлого года, поэтому мы пока ориентируемся на вот эту цифру 130-140 заявок. Есть какие-то условия? Какие самозанятые? Чем они должны заниматься? Это должны быть самозанятые. Просто любые самозанятые? Это буквально одна страничка. И необходимо предоставить справку о том, что человек действительно является самозанятым. Она очень легко выгружается из личного кабинета, мой налог, и предоставляется в центр о том, что... То есть необходимо быть самозанятым. Все. Ага, вы уже обозначили цифру тех самозанятых, сколько вы ожидаете, да? А скольких вы сможете действительно, ну там, скажем, удовлетворить? И сколько из них смогут действительно получить услуги? Мы сейчас говорим как раз-таки про реальные цифры. То есть на сегодняшний день наш прогноз 134 самозанятых. Но мы понимаем и по практике прошлых лет, мы знаем, что в течение получения услуги, да, вот этого периода получения услуги цифра бывает увеличивается. То есть мы приблизительно ориентируемся на 140 самозанятых. Но прийти может, конечно, и больше. Поэтому нужно поторопиться. Скорее всего, желающих будет больше. А какие сроки обозначены, с какого числа начнется прием заявок и когда закончится? Мы планируем, что после майских праздников мы планируем принимать заявление. Сейчас мы ведем работы на цифровой платформе для того, чтобы самозанятые, так же, как и предприниматели, которые комплексные услуги получали, имели возможность подать заявку через цифровую платформу удаленно. Мы сейчас настраиваем кабинет. Как только настройка завершится, ориентировочно мы планируем, что после майских праздников сразу же мы стартанем, откладывать уже дальше некуда. Слушайте, здорово. Еще какие-то программы будут реализованы в этом году? Что еще за программы? Конечно, у нас невероятное количество программ. Помимо всего прочего, всегда и для всех доступны консультационные услуги. То есть консультации на любые темы по вопросам ведения предпринимательской деятельности всегда доступны в центре. Очень большое количество образовательных программ. Мы сейчас наращиваем темп и начинаем проводить все больше и больше различных обучалок на разные темы. Это семинары, и тренинги, и мастер-классы, и дискуссионные площадки. Мы готовимся в мае запустить клуб предпринимателей, большое сделать заседание. Помимо этого планируются акселерационные программы на сентябрь для наших социальных предпринимателей. Вообще для них есть отдельный блок образовательный, поэтому программ всегда много. Есть всегда те знания, которые можно еще получить в центре. А вообще, кто может обратиться в центр «Мой бизнес»? Это именно действующие предприниматели, да? Ну, мы понимаем, что новичкам необходима какая-то консультационная помощь. Но ведь есть люди, которые только хотят войти вот в этот список предпринимателей, но побаиваются. Может быть, у них еще нет своего дела, но они хотят. Вот они тоже могут к вам попасть? Конечно, да. И у нас таких достаточно много физических лиц. То есть это еще те, кто только думает, да, в предпринимательской деятельности. Мы всегда рады помочь. Бывают люди, приходят с какой-то идеей, не знают, как начать юридически. Бывают те, кто знают все юридические аспекты, не знают, как свою идею оформить. Для этого у нас есть отдельные программы. Язбука предпринимателя, есть такая программа, которая называется «Генерация бизнес-идей». Это когда как раз-таки мы помогаем сформулировать ту идею, которой потом хочется заниматься. Помочь как-то простроить свои продажи, что-то спрогнозировать. Поэтому тех, кто только думает, мы тоже очень рады видеть. И всегда есть чем помочь. А уже действующие, успешные предприниматели, которые хотят расширяться, у которых большие амбиции, им тоже можете чем-то помочь? Конечно. Во-первых, у нас есть в структуре фонд поддержки малопредпринимательства, микрозаймы на развитие своего дела, есть отдельные программы. Пожалуйста. Помимо этого, наши комплексные услуги. У нас очень большое количество программ и мероприятий, таких, например, как клуб предпринимателей, когда мы собираем уже опытных предпринимателей. И вот это общение, обмен опытом показывает очень хороший результат. У нас было очень много случаев коллабораций между предпринимателями действующими, когда они там встречались, придумывали какие-то новые совместные проекты. Есть программы повышения квалификации кадров, и мы уже запланировали в этом году такую. То есть действительно есть что найти. А вот те предприниматели, которые получили от вас какие-то советы, какую-то помощь, потом за ними вы как следите за их судьбой? Что с ними произошло? Насколько им это все помогло? Обязательно. Мы вообще с удовольствием всегда общаемся с нашими предпринимателями. Есть, конечно, те, кто там вот получили и все, и вот спасибо большое, вы нам помогли, мы пошли дальше. А есть те, кто с удовольствием с нами общается, мы приглашаем их в наши новые проекты. У нас есть проект «История успеха», где мы как раз-таки рассказываем про таких предпринимателей, которые вот получили помощь и начали развиваться, открыли новый проект, открыли новое направление. Мы всегда с ними на связи и очень рады, когда они к нам возвращаются и рассказывают о своих достижениях. Спасибо вам огромное за информацию. Напоминаю, что в гостях была Екатерина Чибан, руководитель Центра оказания услуг «Мой бизнес».